Приветствую вас, вы не задали вопроса, но достаточно подробно описали ситуацию. Видите ли, такая получается картина. Ваша знакомая девочка, с которой вы общаетесь, она по вашему описанию просто-напросто считает, наверное, что мужчина должен делать первый шаг. И мужчина должен писать ей первый, начинать беседу с ней тоже первый, ну и так далее. То есть все вот это вот мужчина должен делать сам. И именно поэтому девочка вам не беседует, потому что, ну, если она не знает о ваших чувствах, а если вы ей не неприятны, если ей с вами относительно комфортно, то не думаю, что было бы что-то плохое в том, чтобы она вам написала первое, хотя бы иногда. Но здесь либо она боится того, что вы такое ее поведение воспримете как инициативу для отношений, а ее это не устраивает и она этого не хочет. Либо она просто считает, что вы должны писать ей первый. Вы пишете, что иногда кажется, что она хочет отделаться от меня, и, пожалуйста, вот здесь поясните, что вы имеете в виду. Потому что, если вы только инициатор каждой вашей беседы, то это само по себе еще не значит, что девочка хочет от вас отделаться. Я, в принципе, я вам об этом сказал. И если вы решили на основании других каких-то моментов, что она хочет от вас отделаться, то, соответственно, эти моменты нужно озвучить и их разобрать. Вполне возможно, что вы сами утрируете ситуацию. Вполне возможно, что вы сами несколько сгущаете краски именно из-за того, что переживаете фрустрацию. То есть, по сути дела, вам хочется с ней большего, вы испытываете к ней чувства, а она в ответ вам ничего не может предложить из того, что вы хотите. Далее вы обиживаете ситуацию, при которой она рассказывает вам какие-то вещи, которые нельзя доверять чужим людям. И пару раз очень много говорила, когда от меня не было смс. Мы в основном в интернете общаемся. Тут вот не очень понятно. То есть, правильно ли я понимаю, что когда вы ей долго написали, она после того, как вы написали, очень много говорила. Далее вы пишите, что вы в основном в интернете общаетесь. Это плохо. Мы сняемся общаться вживую больше. А значит, в жизни, когда видимся, она мне улыбается. Значит, при каких обстоятельствах она встречается вам, если у вас какие-то заместные виды деятельности, почему вы не можете пригласить ее хотя бы как друга куда-нибудь и пообщаться с ней, узнать ее поближе, пообщаться с ней именно вживую. Значит, то есть она вам рассказывает вещи, которые нельзя доверить другим людям или чужим людям, то здесь ситуация достаточно тонкая. Дело в том, что само понятие вот этих вот вещей, которые нельзя доверить чужим людям, оно у каждого свое. Вот если вы считаете, что какие-то вещи нельзя доверить чужим людям, ну, она может совершенно спокойно считать иначе. Она может считать, что эти вещи можно доверить чужим людям. То есть такой расклад нельзя ну, браться в сушиту, да, такой расклад нельзя игнорировать. То есть, то вполне вероятно, вполне возможно, что она рассказывает вопрос от того, что ее волнует, при этом, может быть, не придавая этому чересчур большого значения не именно в контексте вас. То есть, она знает, что вам она может доверять, она знает, что вы никому ничего не расскажете и совершенно спокойно делится с вами какими-то моментами. И дочь она намного говорит после того, как вы долго ей не пишете, это связано с тем, что она испытывает потребность поделиться с чем-то. то есть, если обольщаться вам лучше не стоит. Кто-то вы пишете, что она вам улыбается, но при этом говорит, если не смотрит вам в глаза никогда. Ну, это безусловно настораживающий факт, но связан он скорее с тем, что по всей вероятности девушка испытывает чувство вины. То есть, она чувствует, что нравится вам, она не может не чувствовать этого, но понимает, скорее всего, что не может ответить вам за имностью или стесняется по какой-то причине. То есть, здесь все-таки нужна большая информация о ней именно, потому что то, что вы описываете, можно интерпретировать достаточно в широком спектре. Вот. Мне бы не хотелось этим заниматься. Но однозначно совершено, что она держит дистанцию по отношению к вам и нужно понять, где предел, да, то есть, где потолок того, насколько она позволит вам сблизиться с собой. А этот потолок вы можете нащупать, только если будете предпринимать активные действия по взаимодействию с ней. Приносите куда-нибудь собственно сбросите в лоб, почему она не пишет вам первое никогда и так далее. То есть, постарайтесь подумать об этом, подумать на эту тему и собственно выявить какие-то закономерности и самое главное пусть готовы к тому, что девушка не рассматривает вас как ну как серьезного человека, серьезного мужчину в своей жизни и вам необходимо продумывать варианты при которых все-таки вы будете жить в своей жизни по возможности она будет жить в своей. Но отчаиваться раньше времени не стоит, все-таки сперва попробуйте насшибить потолок. И если вы не получили ответ на свой вопрос, то я рекомендую вам либо обратиться к эксперту, к эксперту, который вам понравится приватно, чтобы все-таки сформулировать свой запрос, либо дополнить этот вопрос собственно тем, что вы хотите от нас. И если вы это сделаете, то пожалуйста тогда напишите мне в личку о том, чтобы это сделать, чтобы я прочитал и дополнил свой ответ. Если мой ответ вам понравился, то буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры